Ну, вот так, мои хорошие, выглядит предрождество в Германии. Сегодня 6 января. Дали нам чуть-чуть снежку. Ну что, прокатимся с ветерком. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Ну, вот как-то так. Здравствуйте, хорошие люди. Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня, наконец-то, я добралась до своих георгинов. И буду их сейчас упаковывать, потому что подходят морозы. Вот, что же я делаю с ними? Я обрезаю стволик покороче, насколько это возможно. И смазываю срез зеленкой. Таким образом, я предупреждаю мои от гниения, от того, чтобы георгинчики хорошо сохранились. И теперь я беру бумагу и заворачиваю каждый упакованный георгинчик в бумагу. Для хранения георгинов я использую банановые коробки. Банановые коробки, они очень плотные. И в них хорошо хранится посадочный материал. В картонной коробке от бананов есть еще вот такая плотная бумага с георгинчиками. И я закрываю георгинчик. Вот, и укладываю свои георгинчики. Один за другим. Так, держись. Вот второй георгинчик. Таким же образом смазываю их зеленкой. Как следует зеленкой. И так же заворачиваем в бумагу. Лист бумаги. Так, его нам мало. Идем еще один. Лист бумаги. Лист бумаги. Лист бумаги. Землю я не отрываю, не отряхиваю. Эта коробка уже освободилась. Есть вторая коробка. Ну вот так я и запечатываю свои георгины один за другим. Попечатаю, покажу. Я приготовила вот таким образом полку в шкафу. И там сейчас я туда положу свои георгины. Ну вот, дорогие мои друзья, все георгины упакованы, все смазаны зеленкой. Закрываем их верхней крышкой и упаковываем их в шкаф. Сверху на эту коробку я положу еще пенопласт, чтобы, во-первых, оно дышит, это не так плотно, во-вторых, будет теплей. Ну вот, как-то так. Вот таким образом в шкафу будут стоять георгины всю зиму до весны. Ну вот, как-то так, мои хорошие. Сегодня я наконец-то нашла время для того, чтобы закрыть георгины, защитить их от холода и убрать на место хранения. Как-то по осени очень долго держалось тепло. Мы их долго не выкапывали. Потом, когда выкапали, надо было просушить. Долго стояли, просушивались. А потом, а потом пошло время, когда у меня абсолютно не было ни на что времени. И вот дожили мои георгины, не упакованные до Нового года. Но сегодня, слава Богу, я нашла время, чтобы упаковать мои георгины и отправить их на хранение. Там, в этом шкафу, я храню каждый раз. Но если температура на улице падает, где-то больше 10, минус 10 градусов, то их легко вытащить оттуда и занести в подвал, в погреб. В погребе у нас плюсовая всегда. И поэтому мои георгины хранятся прекрасно. То, что я их смазываю зеленкой, это тоже помогает. Я срезаю все эти веточки длинные и срезы все обрабатываю зеленкой. Ну, это мне никто не подсказывал, это я сама так решила. Можно смазать крутой марганцовкой, крепкой марганцовкой разведенной. Тоже будет неплохо. Эти места прижигаются срезки. И там уже не поселяется никакая зараза, никакая плесень, никакие грибки. Ну вот, как-то так. Это очень важное дело, которое надо было мне сделать и которое меня все время беспокоило. До новых волнующих встреч, мои хорошие. Кто не подписался, подписывайтесь. Не забывайте ставить лайки. Это только одно движение пальца. Пишите комментарии. Всем всего доброго. И до новых волнующих встреч. Пока-пока.